Это обсуждение приказа, революционного приказа Департамента здравоохранения Москвы. Это мы будем делать в виде такого коллективного общения, да, поэтому я вижу, что должны подключиться остальные люди, где они, или потом. Сейчас, нет, нет, сразу чего. Вот. Ну, давай, я тебе слово передаю, я ухожу в тень, но я не могу участвовать в дискуссии. Ну, хорошо. Здравствуйте, коллеги. У нас за прошедшие две недели произошло такое, так сказать, революционное событие. У нас вдруг телемедицина внедрилась. И я счел необходимым, можно сказать, срочно собрать команду национальной базы медицинских знаний и всех сочувствующих и провести такое вот общее обсуждение того, что произошло. И вообще сформировать и послушать какие-то мнения на все происходящее, потому что мы очень долго все вместе боролись и продвигали всеми силами дистанционные технологии здравоохранения. И когда они вдруг очень резко внедрились, то такое ощущение, что мы даже как-то не заметили, как это произошло. Если позволите, я накидал несколько слайдов и расскажу о том, как я планирую построить сегодняшнюю дискуссию. Я выписал некий список вопросов, которые было бы здорово обсудить. И после этого слайда я прочитаю несколько, скажем так, инфоповодов. Это приказ Департамента здравоохранения города Москвы по дистанционным технологиям и приказ Минздрава, который также в очередных поправках там регламентировались более детально дистанционные формы помощи. И потом мы вернемся еще раз к этому слайду и в конце уже его обсудим. Значит, вопрос это дистанционные технологии, телеминцинские технологии у нас появилось, два разных термина. Дистанционный диагноз и дистанционное назначение лечения у нас вдруг проникли в медицину без всяких экспериментально-правовых режимов, которые мы так долго пытались пробить, и вдруг оно как-то вот на уровне московского правительства решилось. У нас появилась новая форма медицинских записей, как аудиопротокол, с которой я также не знаком, и я надеюсь, что коллеги расскажут про свой взгляд на эту ситуацию. Ну а также то, что сейчас у всех на слуху, это дистанционный больничный и во многом алгоритмизация действий врача. Откуда все это появилось? Вышел приказ Департамента здравоохранения города Москвы, в котором довольно подробно описывается, каким образом Департамент предлагает сокращать нагрузку на систему здравоохранения, используя дистанционные технологии. И здесь появляется... Я выбрал несколько пунктов интересных. Во-первых, в электронной медицинской карте появляется оформление аудиопротокола. Обычный протокол, понятно, текстовый, а вот аудиопротокол, это для меня здесь была новость. Следующий пункт – это установка диагноза. Диагноз и по ковиду, и по острым респираторным заболеваниям может быть установлен при помощи телемедицинских технологий. Несмотря на то, что по закону у телемедицинской технологии, ну, закон у нас 323, в нем пункт, там прямо указано, что все-таки другие цели у нас телемедицинской технологии вроде как дистанционный диагноз ставить нельзя. Ну, вот тут такое решение пошло. Значит, следующим слайдом, сейчас я переключусь, секунду, появляется тема лечения через приложение. В Департаменте здравоохранения есть свое мобильное приложение, которое должно... Я прошу прощения, там на предыдущем слайде, там принципиальный вопрос назначения лекарственной терапии. Да, здесь кроме... Означается лекарственная терапия и выписываются рецепты без контакта с больным. Спасибо за замечание. Значит, появляется мобильное приложение у Московского департамента для дистанционных консультаций. И также появляется алгоритмизация. И вот здесь мне прям зацепила глаз эта тема. Здесь расписаны четкие критерии госпитализации больного. Что если выполняется хотя бы один из следующих признаков, это температура выше 38,5 градусов больше трех дней подряд. Это низкая оксигенация ниже 93. И КТ-картина поражения легких больше 25% поражения. Это является основанием для госпитализации. То есть, по сути, это такой достаточно жесткий алгоритм, в котором врач практически не нужен на этапе сортировки. То есть, мы можем автоматизировать вот эту вот сортировку и сразу тяжелых больных направлять в скоропомощное отделение. Ну и также обратил на себя внимание замечательная фраза, что пациент по телефону уведомляется о его выздоровлении. Я просто позволил себе акцентировать внимание на этой, ну на мой взгляд, забавной фразе. Хотя, конечно, она имеет определенный бюрократический смысл. Естественно, я сразу пошел смотреть, что же за мобильное приложение у Департамента здравоохранения. Это приложение MidlineSoft, которое также и раньше использовалось, он достаточно старый. То есть, это не то, что что-то там под ковид изобрели. Вот, но просто оно активно включилось в работу. И, естественно, следующим вопросом, который возник, это отзывы, почитать, что люди пишут про практику использования приложения. Конечно, было достаточно грустно увидеть завал негативных отзывов. И нужно понимать, что обычно люди с позитивным опытом не идут оставлять отзывы. Отзывы обычно оставляют как раз люди резко недовольны. Но, тем не менее, интересно именно посмотреть, что в структуре этих отзывов. И здесь получаются такие замечания. Не началась консультация, не удалось залогиниться. Непонятен смысл услуги, зарегистрировались, не смогли войти. Врачи ничего не знают, отправляют обратиться в поликлинику. Приложение не работает, по номеру телефона дозвониться нельзя. То есть, в основном у людей, видите, проблемы еще даже до этапа получения помощи, просто на этапе регистрации возникают. Ну и, конечно, вот тот комментарий, который я выделил, он немножко более опасен, на мой взгляд. И как раз подсвечивает проблемы дистанционного взаимодействия. Что у больного, больной записался, никакой связи с врачом не было, никто с ним никак на связь не вышел. А после этого в его карте появилась запись с совершенно другими показателями, не относящимися к этому больному. И консультация была отмечена как выполненная. И здесь тоже возникает вопрос именно вот такого практического применения дистанционных технологий, идентификации и вообще протоколирования совершившейся консультации. Ну и следом за приказом Департамента здравоохранения также получил обновление и приказ Минздрава. Это приказ обо всех временных порядках организации работы по ковиду. И в нем появляется временный регламент организации оказания консультативной медицинской помощи с применением телемедицинских технологий. Там достаточно большой текст, кому интересно, вы можете его найти и почитать. Но я выделил несколько интересных пунктов. В целях организации медицинской помощи с применением телемедицинских технологий, руководители органов исполнительной власти и руководители медицинских организаций определяют медицинские организации, которые будут оказывать помощь дистанционным способом, в том числе с применением телемедицинских технологий. И вот здесь обратило на себя внимание, что дистанционный способ и телемедицинские технологии оказались разнесены. И это теперь два разных термина. Ну и также идет здесь создание структурных подразделений для дистанционных консультаций, дистанционный консультативный центр. Обеспечивают готовность медицинских организаций к дистанционному взаимодействию, в том числе необходимые помещения, средства связи для проведения консультации, а также обучения медицинских и иных работников. И тут нужно сказать, что есть организации, которые занимались созданием телемедицинских центров, у которых все налажено. Но если перейти в регионы, то в регионах, как правило, телемедицинские центры были таким формальным структурным подразделением, которое никаких оборотов, конечно, больших не выдержит. И сейчас на них это пало все, очень большой нагрузкой. Формирование реестров и счетов на медицинские услуги. То есть телемедицинские услуги, наконец, полноценно стали тарифицироваться. За счет ОМС или за счет субсидий по ковиду, это вопрос отдельный. Но там же появляется и штат, и штатные единицы, которые необходимо иметь в таких дистанционных центрах. И на них, в общем, определяется некое финансирование. Ну и также отдельным пунктом обращает на себя внимание предложение использовать технологии искусственного интеллекта. Еще один пункт, который давно обсуждался, давно внедрялся, и на обработке рентгеновских изображений и КТ эта технология уже вроде бы стала таким достаточно практическим инструментом. Но, наконец, она нашла полноценное отражение в документах распорядительных. Жалко, что это пока временный порядок. Но я надеюсь, что все-таки многие его позиции останутся. Ну и также медицинские организации обеспечивают круглосуточный режим дистанционного консультирования и ежедневное динамическое наблюдение. Что еще там интересного описывается? Дистанционное взаимодействие медицинских работников с пациентами осуществляется в следующих целях. Сбор ананасы заезжал. Понятно, это знакомо. Оценка эффективности лечебно-диагностических мероприятий тоже не новая тема. Принятие решения о необходимости проведения очного приема. Понятно. Дистанционное наблюдение. Понятно. И вот тут появляется назначение лечения. Не коррекция, ранее назначенная, которая была, а именно назначение лечения и оформление электронных рецептов. И что еще обращает на себя отдельное внимание? Что в случае применения дистанционных, не путайте с телемедицинскими технологиями, назначение лекарственных препаратов. И чем эта фраза отличается от назначения лечения, я, честно говоря, не понял. Надеюсь на поддержку коллег в дискуссии. Ну, также необходимы выдачи справки и обследований, листков недрудоспособности. И что интересно, что на субъекты перекладывается задача определить критерии порядок проведения таких дистанционных консультаций. Что возлагается на медицинского работника? На медицинского работника по данному документу легла идентификация пациента. Одним из барьеров внедрения телемедицины была необходимость регистрации пользователя через ЕСИА, через единую систему, фактически, госуслуг. А теперь, в случае, когда вы звоните врачу, то врач дистанционно должен вас идентифицировать. В принципе, логично это можно сделать, но это перекладывание ответственности на медицинского работника. Ну, опять-таки, идет речь про установку диагноза, назначение исследований, выдавши справок и так далее. Так вот, я хотел бы вернуться к тем вопросам, которые обозначил вначале, и попросить коллег поделиться своим мнением. Чем же дистанционные технологии отличаются от телемедицинских? Борис Анатольевич, пожалуйста. Да, добрый день еще раз. Борис Ингерман, директор Ассоциации национальной базы медицинских знаний Ассоциации поставщиков и пользователей систем искусственного интеллекта в медицине. Меня тоже очень сильно удивило это разделение на дистанционные и телемедицинские технологии. И по смыслу вот этого приказа Минздравовского, я думаю, что суть этого вопроса в следующем, что телемедицинские технологии – это то, что идет через какие-то информационные системы. Вот здесь в приказе есть пункт, что если вы применяете телемедицинские технологии, то они должны идти с использованием медицинской информационной системы, государственной информационной системы, региональной системы. В общем, все то, что есть в 323 МФЗ. Что касается дистанционных технологий, там ничего про них не сказано, но по смыслу, который есть в отдельных пунктах, это означает, что под дистанционными технологиями понимается аудио- и видеозвонок пациента. И, соответственно, тут же можно ответить на, ну, попытаться ответить на ваш вопрос по поводу назначения лечения. Вот там и сказано, если используются телемедицинские технологии, то вы формируете рецепт в виде электронного документа. Кстати, какого электронного документа тоже непонятно, потому что, когда мы говорим о рецептах, то мы понимаем, что к 2024 году должна быть запущена система электронного рецепта в регион. Причем каждый регион запускает эту систему самостоятельно. На сегодняшний день по системе, ну, такой комплексной системе электронного рецепта, я знаю только в городе Белго, в Белгородской области, больше нигде, пока комплексной системы нет, есть фрагменты этой системы, связанных с льготным лекарственным обеспечением, которое как-то функционирует. Но общее назначение рецептов, вот практически нигде этого нет. Поэтому в виде какого электронного документа отправляется рецепт, может быть, он отправляется в виде скана бумажного или фотографии бумажного рецепта, я не понимаю. Но когда здесь ему противопоставляется назначение лечения, то я думаю, что если вы консультируете пациента с помощью аудио-видеосвязи, то, видимо, в этой ситуации вы ему должны на словах сказать, что вам рекомендованы такие-то лекарства. Вот, видимо, под этим и понимается назначение лекарственных препаратов. Тут другого представления у меня об этом нет. Вот. И вообще, как бы вот это вот разделение на телемедицину и дистанционный способ оказания медицинской помощи, это абсолютная инновация. Но вообще говоря, когда мы посмотрим на этот приказ Минздравовский, вот, я московский не так внимательно анализировал. И вообще, что касается Москвы, то Москва уже, наверное, год нарушает закон 323, его раздел о телемедицине, и в частности, еще в московском приказе по созданию телемедицинского центра больше года назад появилась такая тема, что врач телемедицинского центра может корректировать лечение, если диагнозы лечения назначил другой врач, который приходил, ну, например, районный терапевт, который приходил к пациенту на дно. После этого он фиксирует эти данные в медицинской карте в ЕМИАС, и дальше уже врач телемедицинского центра может корректировать это назначенное лечение. В принципе, вокруг это полностью не соответствует 323 закону, вокруг этого ломалось очень много копий, в частности, вот прям завтра в «Ано цифровая экономика» мы будем обсуждать проект экспериментального правового режима, в котором очень много, ну, таких юридических тонкостей, которые позволяют именно внутри экспериментального правового режима для некоторых организаций частной системы здравоохранения обеспечить вот именно это. То есть один врач посмотрел, а другой врач, получив документы этого осмотра, может дальше корректировать лечение и в дистанционном виде вести пациента. И вокруг этого ломается очень много копий, и в частности, на этот пункт Минздрав написал отрицательный отзыв в предыдущем экспериментальном правовом режиме, который предлагался компанией МИДСИ и так далее. А здесь, в этом документе, ну, это как бы указывается как само собой разумеющееся. И вообще, вот эти вот пункты, о которых Андрей Палыч говорил, которые описывают, что можно делать в дистанционном телемедицинском режиме, это прямо противоречит 323-му закону. И в этом приказе, удивительным образом, вообще не сказано, как это противоречие с законом разрешается. Ну, хотя бы там двумя словами бы написали, что это в условиях ковида, ориентируясь там на постановление правительства о работе в экстренных ситуациях. Просто ни слова. То есть в приказе Минздрава отдаются предложения полностью противоречащие закону, и ни единым словом не указывается, как с этими противоречиями разбираться. Вот это меня немножко удивило. И еще пару моментов, поскольку у меня уже слово, пару моментов, до которых я бы хотел обратить внимание в этом приказе именно Минздрава. Это следующий вопрос. Значит, в этом приказе указывается, что можно дистанционно ставить диагноз. Но при этом, вот пункт 7.3.1 указывается, что диагноз можно ставить только по COVID-19, а также ОРВИ, гриппу и внебольничной пневмонии. Причем по COVID-19 написано, что этот диагноз может быть поставлен на основе ПЦР-теста или антигенового теста. А вот по гриппу ОРВИ и внебольничной пневмонии вообще не указано, как и на основе чего этот диагноз может ставиться. И тут, мне кажется, как-то много неясностей по этому поводу. То есть вот с постановкой диагноза вопрос очень сложный. Может быть, они считают, что это должно быть регламентировано региональными порядками, вот как Андрей Павлович говорит. И последний вопрос, на который я бы хотел заострить внимание, он относится к пункту 8, который звучит следующим образом. Сейчас секунду, я его открою. Пункт 8 звучит следующим образом, что медицинские организации, которые занимаются этой дистанционной диагностикой, организуют дистанционное, ежедневное, динамическое наблюдение в круглосуточном режиме. Вот как должно организовываться дистанционное динамическое наблюдение в круглосуточном режиме, здесь вообще нет никакого понимания. Дальше написано, прием входящих звонков от пациента с использованием аудио-видеосвязи должен осуществляться круглосуточно. То есть динамическое наблюдение должно состоять в том, что пациент, если что, позвонит и зафиксирует некий факт, или наоборот, представитель телемедицинского центра должен позвонить и спросить. Или должно появиться какое-то приложение, в котором пациент сам будет фиксировать какие-то ситуации, связанные с динамическим наблюдением, хотя бы, я не знаю, по температуре, сатурации и еще каким-то показателям, которые важны для врача. Или же пациент должен получать какие-то напоминания. То есть, скажем так, у нас есть технологическое решение, которое обеспечивает вот такой дистанционный мониторинг, и оно может быть назначено врачом. Но здесь в приказе как бы ни единого слова не сказано о том, как это должно быть устроено. Ну вот, моя позиция. Да, спасибо за развернутый ответ. Можно мне вопрос задать, Арисий Вячеславович? А приказ-то хороший в целом? Ну, смотрите, в нем разрешают многое, что было нам раньше запрещено. И это, наверное, хорошо. Но, опять же, знаете, в ситуации, когда приказ разрешает то, что запрещено законом, я не понимаю, как трактовать это действие. То есть, вот, как это действие будет трактовать, например, юрист? И у меня это большая загадка. Я надеюсь, что, может быть, к нам подключится один из видных медицинских юристов. Один из последних пунктов про больничный, дистанционный. Не начнут ли сажать врачей за это? Потому что больничная – это всегда была криминогенная тема, всегда очень взятка емкая. И сейчас вы знаете, что народ, так сказать, залудил стакан и пошел позвонил доктору, сказал, что ему плохо. Ну, раз уж вы затронули эту тему и переходим к нижнему вопросу по дистанционному больничному, то здесь есть такое подвзаимодействие. Мы слышим разговоры от врачей, мы слышим разговоры от региональных органов здравоохранения, которые регистрируют все эти больничные. А недавно мне довелось услышать взгляд на эту ситуацию со стороны бухгалтера. Простого бухгалтера, который ведет на аутсорсе несколько компаний и смог сказать, что да, действительно, по большому количеству разных организаций совершенно неожиданно пошла волна большого числа больничных листов. Причем она говорит, что, в общем, ковид-то начался чуть раньше, до этого, вот основной всплеск, а тут вроде уже вниз все пошло, а количество больничных резко увеличилось. и она сочла возможным, что люди, проснувшись с нежеланием идти на работу, звонят по телефону, говорят, доктор, что-то я тут приболел, и доктор ему дистанционно выписывает больничный лист, который дальше попадает в выплаты, здесь появляется бюджет социального страхования, и здесь опять-таки появляется вопрос законности выдачи таких больничных листов. Андрей, подскажите, у вас был какой-то опыт с больничными листами или с вообще регуляцией вот такой передачи этих больничных листов с дистанционной формой? Не, ну, смотрите, по поводу больничных листов мне тут сказать нечего, сам я его в жизни никогда не брал, с исключением стационара, да, где мне его просто выписывали. Вот, и смысл этого больничного листа, как бы если человек не находится в реанимации, мне, в принципе, тоже не совсем понятен. Вот, поэтому я думаю, что здесь мы сейчас столкнемся как раз с тем, о чем вы говорите, то есть сейчас вот фонд социального страхования вдруг увидит резкий всплеск денег, которые им надо будет выплатить за эти больничные листы, но я еще напомню, что у нас, в принципе, мало кто получает стопроцентную выплату, то есть людям невыгодно брать больничный, потому что во многих случаях они получают не 100% заработной платы, а там 30%, 50%, там в зависимости от стажа, да, и, как всегда, очень много оговорок. Поэтому это, конечно, будет немножко с другой стороны компенсировать, значит, попытку получения, но вы абсолютно правы, что и раньше было очень много больничных неоправданных, да, а теперь это сделать, ну, вообще все очень просто, а главное еще и сроки, то есть если там, ну, раньше заболевал у ИРВИ и пытался кто-то там из сотрудников получать больничный, обычно мы, ну, в наших компаниях, которыми я там руководил, или в которых я там как-то был топ-менеджером каким-то, да, мы обычно говорили, что 3-5 дней вы можете просто посидеть дома, как бы и не заморачиваться со всеми этими листами, да, вот, ну, если мы увидим, что вы там 3-5 дней все время там, значит, берете, да, ну, у нас возникнут вопросы, но в принципе там, да, давайте вот не будем заморачиваться этим больничным, просто скажете, что вам там плохо, да, может, ну, что запой, да ради бога, вам надо, да, и, соответственно, мы даже не заметим, сделаем вид, что вы на работе, это вот нормально, но это не все так компании могут, и государственные так не могут, поэтому люди, многие ходили брать больничный, получали его там аккуратно 5 дней, ну, я сейчас там боюсь ошибиться, ну, там, 3 дня, 5 дней там, да, ну, вот, а теперь он автоматом получает, я так понимаю... На 7. На 7, да, а потом еще можно еще на 7, ну, то есть, как минимум 14 дней он может спокойно лечить якобы ковид, при этом, что у него там на самом деле никто дистанционно никак не узнает. И, скорее всего, мы сейчас просто, ну, через какое-то время мы столкнемся с каким-то обратной какой-то волной, когда в эту игру вступит ФСС. Сейчас, как бы, я думаю, что просто никто не думает про это, ну, надо же всех на карантин писать. Раньше это была самоизоляция, ты за свой счет сидел, а теперь у тебя за больничный, поэтому народу-то вроде как послабление сделали, да, и хорошо. Раньше-то тебе просто говорили... Говорят, я прошу прощения, говорят, что там в федеральный фонд много денег кинули дополнительно, чтобы оплачивать больничный. Такой слух, я не видел документа. Да, ну, это прекрасно, потому что, ну, пусть люди отдохнут, как бы, хотя бы на больничном, да, как там, говорит, ты-то, ты-то, говорит, там под наркозом отдохнул, как бы, да, а она ночью не спала, там, помните, с фильмом, и стал, Покровские ворота. Вот, и меня вот здесь вот больше, на самом деле, интересуют другие аспекты. Значит, вот, ну, во-первых, смотрите, я хотел бы дать комментарий по поводу дистанционной технологии телемедицинские, потому что у меня даже слайд такой в лекциях есть. Значит, и я вот этот вопрос осмыслил следующим образом, что у нас есть статья 2, основные понятия, значит, в законе 323, и там, значит, указано следующее, что, сейчас прям зачитаю, да, что, ну, краткая формулировка, да, что телемедицинские технологии – это информационные технологии, обеспечивающие дистанционное взаимодействие, и дальше есть вот три важных пункта. То есть, значит, это, то есть, телемедицинские технологии – это информационные технологии, обеспечивающие дистанционное взаимодействие. Ну, вполне возможно, что это понятие тождественно дистанционным технологиям. Вот, ну, по крайней мере, я не вижу здесь разницы, да. Ну, окей, далее. Но по мыслу текста они противопоставляются друг другу во многих... Ну, вот смотри, значит, телемедицинские технологии, да, это, по сути, те же самые дистанционные технологии или информационные технологии, обеспечивающие дистанционное взаимодействие, да, вот эти два понятия тождественно. Но дальше идет медицинских работников, ну, я пропущу там между собой с пациентами или их законными представителями, идентификацию и аутентификацию лиц, указанных лиц, то есть и врача, и пациента двухсторонних, и документирование, совершаемое ими действие. То есть получается, что если почитать, как бы, то у нас, значит, ну, вот телемедицинские технологии, это когда, во-первых, это есть медицинские работники, во-вторых, когда есть идентификация и аутентификация, и в-третьих, есть документирование. А если вот что-то из этого нету, то тогда это вроде как дистанционные технологии. Поэтому гипотеза Бориса, что вот просто поговорить по телефону, это дистанционные технологии, а через специальное приложение, которое вот это все, да, и при этом там не определено, каким образом документирование. Ну, то есть вот эта запись аудио, она вполне подходит, наверное, под это понятие документирования. Ну, вот мне кажется, вот эта история. Но это вот сейчас, вот давайте сразу тогда еще вторую мысль дам. Значит, а вторая мысль, это мы столкнулись, ну, у нас там не такая клиника, как Павел Андреевич, мы пока, значит, это тестируем на своих друзьях и знакомых, тоже как бы некую виртуальную клинику. Мы столкнулись с тем, что разрушение вот этой вот парадигмы сеансовой связи и замена ее на вот таком дистанционном мониторинге, когда открывается случай, врач это курирует, пациент, значит, коммуницирует, потом этот случай закрывается, ну, то есть вот этот самый дистанционный мониторинг, даже в процессе лечения, он требует очень существенной перестройки, как в голове у пациента, так и в голове, собственно, у врача. И вот, наверное, следствие этого приказа и попытки вот таким образом вести пациентов будет движение в этом направлении. Хотя сейчас получается очень оригинальная история, что Москва, выпустив этот приказ и обеспечив вот этот телемедицинский центр, пытается все равно работать так же, как работает СБЕР, так же, как работает доктор рядом. То есть это называется сеансовая связь. Да, как там говорили у депутата, там рабочее место, это его, значит, рот закрыл, рабочее место убрал. Здесь такая же самая история. Пациент, значит, к врачу на контакт вышел, неважно как, он существует. Пациент закрыл контакт, контакт прошел, ну или из кабинета он вышел, или скайп выключил свой. Все, он пропал. У врача не существует этого пациента. И пациент появляется только при следующем, значит, появлении своем. А вот это вот, собственно, дистанционный, но тут Борис лучше скажет, как там, допустим, приведение диабета или хроников каких-то, да, как это осуществляется. Но вот этот вопрос, вот он кажется сейчас ключевым. То есть это не решается. Правильно, то ли врач должен позвонить пациенту, спросить, как вы себя чувствуете. А пациенты иногда не отвечают на этот вопрос. То есть у нас вроде есть пациент, а потом пропадает. Мы говорим, вы как себя чувствуете? Тишина. Вы как себя чувствуете? Тишина. И непонятно, то ли он уже умер, то ли он госпитализировался, да, то ли он просто, да, он не считает нужным сообщить как бы врачу, что доктор, спасибо, ваши услуги больше не нужны, у меня уже все в порядке, как бы, да, я, в общем, буду лечиться дальше или бросил лечение, или ушел к другому врачу. Ну, то есть он просто исчезает. Вот. И вот это вот, вот эти аспекты, мне кажется, сейчас вот как раз и выйдут на первый план. И отработав их, мы получим нормальную телемедицину. Ну, мне кажется, приказ – это здорово. Он ломает это все, он создает какой-то вот, ну, как бы хаос там, да, в нужном направлении. Потом этот хаос как-то уляжется, а телемедицина останется. Вот это мое мнение. А нет ли у вас ощущения некой растерянности от того, что все те барьеры, которые это сдерживали, вдруг рухнули, и мы понеслись в эти все дистанционные взаимодействия, а у нас еще действительно не отрегулированы, не отработаны все вот эти вот мелкие, такие достаточно бытовые проблемы. Да, вот в чате как раз нам пишут комментарии. Не ответил ночью на звонок – получи штраф. Помните такая история была? Ну, да, да, но это же все-таки, да, но это все-таки был социальный мониторинг. А вот в отношении медицинских организаций можно ли применять подобные технологии? Или, например, вот историю, которая сейчас активно обсуждается по Москве, когда люди пять часов ждали, чтобы дозвониться до колл-центра. В этом случае как оценить вообще доступность помощи? Если у нас брать поликлинику, у нас есть вход, да, прихожая, охрана, у нас есть регистратура, мы можем управлять потоками, мы можем считать, сколько людей пришло. А когда у нас это наваливается на один центр, то хорошо, когда это московский терминцинский центр, где-то действительно много лет все выстраивалось и выстроено. А когда мы берем какой-нибудь региональный колл-центр, который там на базе МИАЦа, один человек сидит с наушниками, там у него перед ним мис открыт, и тут на него весь регион вываливается. Мы сейчас разговаривали с Орловской области, там 50% записи идет через колл-центр. Ну, я тут, знаете, еще одна уже фраза, избитая тоже уже практически, да. Вот мы раньше были все время в ситуации, когда, значит, мифическая доступная помощь очного врача, который там по первому щелчку оказывается у тебя, и при этом высококвалифицирован в любой деревне, да, сравнивается, значит, с опаснейшей телемедициной, которая непонятно кем и когда оказывается. Вот если, значит, убрать эти крайние значения и говорить о реальности, то в реальности все выглядит следующим образом, что у пациента вообще нет никакой возможности добраться до врача, ну, или она там весьма сложная, да, то есть врач приходит на дом там на пятый день, на третий день, когда уже там, да, или до больницы там надо пойти, там сидеть больным в очереди очень долго, а еще и страшно вдруг там еще что-то... Значит, вчера в Твери сказали, приехала, наконец, скорая, до больного уже похоронили. Ну вот, да, да, то есть уже вот, и, понимаете, и некая возможность дозвониться куда-то и с кем-то поговорить там, да, ну и надеемся, что, в общем, тот, с кем он будет говорить, это не просто оператор колл-центра, а это какой-то врач, да, или какой-то фельдшер, то есть это какой-то специально обученный человек, который хотя бы там может, ну, хоть как-то, да, дать какие-то советы и так далее, а теперь он еще может еще и лекарства выучить. Ну, мне кажется, это все равно как бы благо, и все равно это легче. То, что там один человек на весь колл-центр, ну, потихонечку сейчас это наладится, то есть это больные будут этого требовать. Другое дело, что больные могут, конечно, возмутиться, что вот у нас вместо восстановления там всей системы здравоохранения вы нам по телемедицине предлагаете лечиться. Но мне кажется, они уже никто не верит в восстановление, что вот там по каждому чиху тебе там в день обращения утром к вечеру придет врач. Ну, нет такого в стране. Ну, здесь шел определенный этап, скажем так, приятия технологии населением, и мне кажется, что его-то как раз мы уже прошли. И уже сейчас никто не сравнивает телемедицину с каким-то шарлатанством и так далее. Но вы затронули интересную тему по поводу звонков. И я тут читал высказывания одного вице-губернатора, который рассказывал про их опыт работы с колл-центром. И он говорит, что люди звонят поговорить, по многу раз переспросить. И вот такую историю описывает, что бабушка позвонила, поговорила. Все замечательно, все хорошо, доктор, спасибо, до свидания. Через какое-то время она перезвонит заново и говорит, а вы мне только что там назвали лекарство, и я не записала. А у врача уже это огромный цикл работы, когда ему нужно найти этого больного, опять зайти в систему. Скорее всего, это уже будет другой сотрудник колл-центра. А в идеале это и другой сотрудник колл-центра, если он там не один. И другое лекарство, да, потому что у врача другое мнение. Ну вот смотрите, в приложении к этому приказу есть расчеты нормативов. И скажем, вот если мы посмотрим, тут указано, что один оператор на 10 тысяч человек, и один врач на 30 тысяч человек. Ну вот скажем, там город Орел или Белгород, там примерно 400 тысяч населения. Соответственно, сколько это должно быть? 40 операторов этого колл-центра, вот этого телемедицинского центра. И соответственно, там 15 врачей. Есть такие структуры. Да, их можно выделить. А сейчас эти структуры есть, потому что в колл-центрах сидят сейчас ординаторы, студенты, допроводители и так далее. Нет, там не написано, что их надо привлекать. Но их же надо создать, эти структуры. Значит, смотрите, вы забыли, что Мишустин неделю-две назад, я дату сейчас не вспомню, специальным постановлением правительства выделил деньги под создание этих колл-центров и под телемедицину. Это было отдельное постановление правительства. И вот этот приказ Минздрава, он как-то по времени, мне кажется, совпадает с этим решением. Я думаю, что там что-то шевелится наверху. Тот же вопрос, который вот сейчас два Андрея поднимали, с преемственностью. Ну да, вот вы представляете себе, у вас в этом центре работает 40 человек. И кто из них ведет пациента? И 40 всех операторов, и 15 врачей. Кто ведет пациента? И кому задавать вопрос бабушки, какое лекарство вы мне назначили? Ну, я даже не знаю, надо ли нам подсказывать в системе здравоохранения, что оказание телемедпомощи должно уйти от сеанса коммуникации к коммуникации в виде какого-то открываемой тетрадочки, открываемого чата. То есть каждый случай, это как в стационаре, по сути. То есть в стационаре же поступил пациент, у него заводится карта. И вот в этой карте все пишут, пишут. Потом он выписался, вот карта закрылась и выложилась. Вот точно такая же карта электронная должна открываться, закрываться. И врачи там, они могут быть и преемственные, вместе туда смотреть. А вот если этого не создать, а пытаться вот это вот телефонные разговоры, переговоры, то, конечно, там лекарство назначили, бабушка не услышала. Потом иди прослушайте аудиосвязи. В общем, я не очень понимаю, как это будет. Ну вот по моему собственному опыту, работал от Московского телемедицинского центра, но он работал именно в таком режиме. Ну то есть что-то подсказать разово или разово позвонить, спросить, как вы себя чувствуете, никакой преемственности, никакого движения. Но это было именно дополнение к обычной системе медицинской помощи. Ну потому что, в принципе, врачи приходили хоть с какой-то периодичностью. Больничную надо было закрывать в поликлинике и так далее. А если мы сегодня переходим на полностью дистанционный вариант, то эту систему, опять же, как-то надо выстраивать, никто не знает. Не, ну мы же понимаем, да, что это все столкнуло просто, ну как, военное время, военное положение, да, давайте, значит, как-нибудь это сделаем. Во-первых, ну надо что-то делать. Во-вторых, смотрите, какая забота у электората. Все. А то, что это, как это будет работать, ну сейчас вот... Ну вот, друзья. Москва сделает, остальные не знают. Можно я вам скажу два слова? Значит, мы, когда с Андреем читали эти приказы, мы как-то очень сильно увидели то, что мы делаем и то, что у нас написано. И у меня есть твердое ощущение, что за нами очень внимательно следят. И то, что мы с вами здесь произносим и говорим, я вас уверяю, будет написано в ближайшее время в каком-нибудь очередном приказе. Потому что то, что мы делаем, мы с вами делаем, мы с вами много лет этим занимаемся, да, мы же не просто так тут собрались. В общем, все время находит решение в нормативных документах, да, и в законе, и в подзаконных актах, и вот решение по выводу этих программных продуктов из-под Росздравнадзора и так далее, и так далее, да. Да, у нас не получается, да, Сберу, СМЕДСИ дали по шиям, но я напомню, там дали по шиям за то, что там отсутствует какая-то научная новизна, если я правильно помню, в документе. Ну, это формально. Формально, да. А почему формально? А потому что приказ Минздрав, вот вам, пожалуйста, где все, что хотел Сбер и МЕДСИ, тут все написано, фактически. Вот. Но только для ковида. Ну, это сегодня для ковида. Вспомните наш разговор в агентстве цифровой экономики, что тогда же доктора все высказывали, что если мы дистанционно сможем находить на ранних стадиях онкологических больных, то это будет здорово. На Минздрав... Это же счастье будет. Куда мы их только девать-то потом. Не согласен, даже девать-то их куда, потому что действительно мы с паканем нагрузкой. И я понимаю, в принципе, опасения. Ну, здесь еще хорошо, просто с точки зрения врачей, потому что я же уже тоже устал спорить. Не все же такие, как вот в медицинском бюро у вас, да. Значит, я уже устал спорить. То есть, я не врач, мне вообще сложно с ними спорить, да. Мне надо пощупать, мне надо потрогать. Там начинаешь просто говорить, ну, давай вот, ну, я инженер советский, я не врач, да. Давай вот просто разберемся, что тебе надо пощупать, что ты хочешь там потрогать и какие выводы на этом ты хочешь себе сделать. Вы неправильный вопрос задаете. Он ответит. Вы лучше спросите, когда он последний раз щупал. А вот на этом вопросе он провалит. Он сказал, что он исполнился за простой вопрос или поднимал рубашку. И он покраснев сказал, что он все это не делает. И вообще он стетоскопом пользоваться не умеет, как бы. Но он же в этом никогда не признается. Да, да, да. Мы знаем все. Андрей, вы в своем комментарии упомянули прослушивание аудиозаписей и таких консультаций. А у нас, кроме аудиозаписей и консультаций, есть еще такой новый термин, как аудиопротокол. Я, честно говоря, в приказе Минздрава его не нашел. Он упоминается только в Москве. Есть ли вообще у вас какой-то опыт взаимодействия с таким способом документирования данных? Нет. Пока нет. Единственный способ такого документирования, но он для расшифровки используется. Это дневник операции в стационаре вот в той же Мурманской больнице Центр речевых технологий еще давным-давно оттестировал систему. И это мы все знаем. На диктовывание, потом на бумагу, опись, протокол, как бы там, да, и все. А здесь-то прямо написано, что аудиопротокол заносится в медицинскую документацию. Как-то это немножко странно. Извините меня за сравнение, но, может быть, я сейчас больную для всех тему затронул. Вот мы с вами часто пользуемся в WhatsApp диктовкой или голосовыми сообщениями. Так вот, самое ужасное состояние, когда у тебя в голове есть мысль, ты нажимаешь кнопку начать запись, и в этот момент ты понимаешь, что мысль-то надо сформулировать, так, чтобы она уже ушла в оформленном виде. И в этот момент человек начинает э, ме, бе, делать паузы, поправляться. И когда мы печатаем текст, то мы этот текст сразу редактируем. А голосовую речь отредактировать будет уже гораздо сложнее. И второй вопрос, который здесь возникает, это качество этой записи. Потому что если мы будем использовать специальные дорогие микрофоны, которые будем держать прямо у рта и отрезать все шумы вокруг, хорошо, но таких же нету в руках у врачей. Опять же, слушайте, даже в суде, да, значит, речи, которые произносятся, потом ложатся в протокол, и это является юридически значимым документом. Юридическая значимость записи, ну, я первый раз такое слышу, обычно это просто как доказательство в суде. То есть, и суд уже решает, да, то есть, там, какие выводы сделать из этого текста. Потому что там... Мне казалось, что в суде не принимается аудиозаписи. Принимается. Нет, нет. Аудиозаписи принимаются, но смотрение судей. То есть, если, как бы, там суд, судья сочтет это нужно... Как дополнительный материал. Как дополнительный материал, да, из которого он там... Но все равно потом будет протокол, где будет все сформулировано. И, честно говоря, наверное, в истории... Ну, опять же, вот хорошо с юристами поговорить, но в условиях юриспруденции я что-то не очень понимаю аудиодокументы, но нет такого понятия аудиодокументов. Ну, коллеги, просто во всех этих документах, ну, такое ощущение, что они были изданы очень наскоро. И, скажем, как у нас было сказано в обсуждении этих песочниц, юридическая техника очень хрома. Юристы к ней обычно очень так предвзято относятся. И что, если какой-то термин упоминается, он должен быть определен. И эти термины должны упоминаться, ну, в одинаковом контексте. Вот здесь этого всего нет. Это, видимо, должно быть, стать результатом дальнейшей проработки. Поэтому непонятно, что такое аудиопротокол. Ну, непонятно, что такое дистанционные методы оказания медицинской помощи в противостоянии с телемедицинскими. Вот. Марсин Александрович, я занудно напомню, что определять в приказе ничего нельзя. Ну, я понимаю. Может быть, где-то в другом месте определено. Но поэтому придется жить с тем, что есть. Слушайте, тут наехали на искусственный интеллект. А вот я как раз, если позволите, хотел перейти к этому комментарию. Значит, одно из расхожих мнений или опасений людей, которые мало знакомы с темой искусственных интеллектов, а не будет ли опасности в том, что врачей полностью заменят искусственным интеллектом? И дальше возникает вопрос, а кто хозяин этого искусственного интеллекта и как он будет им управлять? И если позволите, я сначала сам немножко прокомментирую эту ситуацию. Вот академик Роберг рассказывал интересную историю про проекцию сына по расшифровке изображений. Они работали в... Ну и работают в Ивановской области. И там было всего три лучевых диагноста, которые обеспечивали расшифровку КТ ковидных больных. Но так получилось, что один заболел, другой уехал в Москву работать, а третий не выдержал и сказал, что у вас ухожу, увольняюсь. И область осталась без лучевого диагноста. И что было делать в этой ситуации? На дворе ковид, волна, рост заболеваний. И тогда они приняли простое решение. У них работала система, которая дистанционно, ну, не дистанционно, а автоматически оценивает с помощью искусственного интеллекта степень поражения легких. Но это всегда работает как система поддержки принятия решения врачом. То есть врач-лучевой диагност получает уже размеченный снимок, и он может либо согласиться с мнением системы, либо не соглашаться. В основном, конечно, соглашаются. Так вот, решение было следующим. Они не подписывали эти заключения врачом, то есть это был неготовый, нефинальный документ, но он вкладывался в историю болезни. И лечащие врачи могли принимать во внимание те данные, которые в данном случае давал искусственный интеллект. И мне кажется, эта история очень красивым примером того, как искусственный интеллект в нужный момент подставил свое плечо и начал работать вместо человека. Да, он заменил врача. У меня возникает следующий вопрос. А касательно конкретно ковида, а нужен ли он? Второй вопрос относительно маршрутизации больных. Вот мы с вами прочитали, что в приказе четко установлены критерии, по которым больной относится к госпитализации. И зачем для этого даже искусственный интеллект? Вы просто можете забить эти критерии в любой симптом-чекер или любую анкету при регистрации заявки. И если он этим критериям соответствует, сразу маршрутизировать его на госпитализацию. И вот здесь мне кажется очень важным то, что сейчас очень большой толчок получило внедрение этих технологий и действительно стали подключать и системы поддержки принятия решений, и системы какой-то оценки симптомов. И лучевая диагностика вся постепенно перестраивается на обработку изображений предварительно с помощью искусственного интеллекта. Поэтому мне кажется здесь очень большая роль будет у искусственного интеллекта, но управляет им разные компании. Мы тоже относим свой проект к искусственному интеллекту. У нас используется механизм боецовского анализа. И им управляем мы. Но я не могу сказать, что мы прям вот досконально хотим так, хотим эдак. Это большая сложная математическая система, которая очень сложно обучается. И мы не можем просто взять вот так повернуть рычажок и он начнет всех в какую-то сторону склонять или неправильно маршрутизировать. Хотя, наверное, может быть в некоторых случаях такое возможно. Андрей Павлович, если позволите. Мне кажется, просто вот эти дискуссии об искусственном интеллекте, они достаточно носят спекулятивный характер, потому что никакого искусственного интеллекта нету. Пока, как минимум. Еще долго не будет. Мы говорим о сложных алгоритмах, которые получили такое название. Да, это сложные алгоритмы, они самопрограммирующиеся алгоритмы и так далее. но это вряд ли нужно было называть словом интеллект и поэтому вот эти все соответственно опасения возникают. Здесь скорее опасения должно быть немножко по-другому сформулировано. Я вот тут читал лекцию для главных медицинских сестер города Москвы и в институте управления Москвы, правительства Москвы имени Лужкова есть такой институт оказывается. И они сказали, слушайте, мы уже получили поколение врачей, которые лечат по симптом-чекеру. То есть ты приходишь к врачу, врач открывает такой справочник и говорит, так, это болит? Нет. Ага, вот тут болит? Так. А вот это есть здесь? И вот он галочки проставил, и соответственно, о, да у вас вот это. И вот вам все диагнозы с вероятностью. Да, да, да. И вот это, конечно, действительно опасность, потому что здесь как бы этот симптом-чекер используется не для, скажем так, увеличения глубины и полноты данных, которые ты получил для принятия решения, да, а идет попытка принятия решения на основе этих данных. То есть это не маршрутизация какому вам специалисту или там, не знаю, может вы уже там, да, судя по ответам на этот симптом-чекер, вы уже умерли, да. То есть какая-то такая ерунда получается. И вот это действительно опасность. Есть же много патологий, которые вполне подлежат принятию решения просто по первым же симптомам. Да, вполне прекрасно. Это прекрасно, только врач все равно, наверное, должен их знать, а не рассчитывать на симптом-чекер, да? Нет, не должен. Вот я вам как возрастной профессор скажу, не должен. Врач сегодня не может ничего знать. Мы столкнулись с орфанными заболеваниями. Вы слышали этот все термин прекрасно, да? Редкие заболевания. Как врач может знать их симптоматику? Да никак. У него должен быть симптом-чекер, который начинает забивать какие-то симптомы и получать результаты. Он должен научиться работать с симптом-чекерами. Он должен научиться обрабатывать информацию. Вот что он должен делать, а не знать симптомы. Симптомы у нас все написаны в справочниках. Вот лекарства, вы знаете все лекарства, которые назначаете? Да нет же. Врач знает 10, максимум 15 лекарств. Все остальное он ищет в справочнике. Он должен знать, где искать. Он должен знать, какой справочник правильный. Насколько это валидные вещи. Насколько симптом-чекер правильно ставит диагнозы. Вот если симптом-чекер правильный, валидизированный, ему можно доверять. А если это черт знает что, ну и будет черт знает что. Поэтому движение в одном направлении. Мы все равно будем заниматься симптом-чекерами. Мы все равно будем заниматься алгоритмизацией диагностического поиска и лечебного. Хотим мы того или нет. Вы сейчас с анализами что делаете? Вы же смотрите, раньше вы читали анализ, а теперь вы смотрите, ага, референтное значение. Ага, у меня здесь подчеркнуто. Вы уже проводите анализ того, что вам машина написала. Да? А уж с рентгеном вообще сейчас просто полный черт знает что, потому что если действительно у нас все пойдет через так называемый искусственный интеллект, то вы будете получать заключение, вы с ним можете соглашаться или не соглашаться. Но вы уже сами не будете размечать и смотреть, знаете, кто-то недавно тут написал, вот, раньше доктор приходил, держал лекокардиограмму, говорит, да, ну, и все так с уважением, а что вы там увидели? А ни хрена вы там не увидели, потому что лекокардиограмме ничего не видно. Вы знаете, что лекокардиограмма ставит, по электрокардиограмме можно поставить всего лишь 30% инфаркта миокарда. Она не нужна никому, но пока продал, да, ну, вы знаете, не, ну, как же, как же. Подожди, коллеги, давайте мы немножко в другую сторону перейдем на другую. Что? Потому что у нас получился такой философский аспект, как используют дискуссии, нужен ли дискуссии, безусловно нужным, надо использовать, и перспективы очень большие. Но мы сегодня обсуждаем нормативный документ. Нормативный документ, по идее, ведь должен что-то разрешить, запретить или рассказать, как использовать. И вот этот пункт про искусственный интеллект, он в этом документе абсолютно философский. Он выглядит так, а хорошо бы еще применять искусственный интеллект. Но мы же сегодня понимаем, что в вопросах применения искусственного интеллекта довольно много сложностей. И эти сложности вот Павел Андреевич подчеркнул. Человек должен знать, симптом чекера, он хороший или плохой. Он правильно ставит диагноз или неправильно. Качественный и некачественный. Кто это определит? Можем мы его применять? Не можем мы его определять? На сегодняшний день, насколько я понимаю, все алгоритмы искусственного интеллекта должны получить регистрационное удостоверение как медизделие в Росздравнодзоре и как его получить и что оно определяет и как они проверяют этого никто не знает. И поэтому когда в приказе сказано мы должны применять искусственный интеллект. А какой искусственный интеллект? Ну, те, у которых имеют рушку, ну, пожалуйста, наверное, с ним нет проблем. Но у большинства перечисленных здесь алгоритмов искусственного интеллекта пока РУ нету. И можем мы его применить? Не можем. В каком аспекте мы можем? Для чего мы можем его применять? Ведь это же все вопросы, которые надо обсуждать и вырабатывать по ходу дела. Павел Андреевич, как Вы определите? Хороший симптом чекера или плохой? Ну, Вы-то определите. Это я понимаю. Вы попробуйте несколько примеров. Правда? Это же несложно. Это просто нужно провести как минимум по нашей схеме, например, опросить врачей. Насколько каждый симптом или каждая там линия симптомов, она будет хороша. Вот тут мне нравится. На всякий случай электроэнергию отключают, оффлайн-медицина справится со своими задачами. Не справится. Выключат электроэнергию, все, кто в реанимации на диализе, умрут сразу. Конечно, справятся. Ну, там бесперебойники есть, ладно. Я напомню, так было в Москве. В нашей седьмой больнице вытаскивали на амбушках больных на двор, потому что выключили электроэнергию. Вспомните, авария была на какой-то Бутовской станции или что-то. А диализ крутили, сливали кровь больным, чтобы они не умерли. Электроэнергия касается всех, а не только искусственного интеллекта. Я вас умоляю. А как же дизель-генераторы, которые должны запускаться? А из них солярку сперли уже давно. После этого начали снова ставить. Они формально должны были быть, но выяснилось, что никто никогда не проверял, насколько они работают. В гемцентре, по-моему, на агрессор после этого запустил дизель-генератор. Если позволите, я сдвинусь к серии дополнительных вопросов, которые я тоже хотел бы озвучить. Готовы ли медицинские организации к дистанционному взаимодействию с больными? Там был пункт про оборудование, про кадры. Мы с вами посчитали, что должно быть 40 человек. Абсолютно не готовы, потому что давайте опять вспомним. Я говорю, мы сейчас сталкиваемся в основном с другой модели коммуникации, и она должна стать привычной. И вот она, вот это основная причина, а все остальное дело наживное. И опыт придет, и оборудование появится, и кадровые ресурсы будут. Но в медицине в принципе не было такого взаимодействия. И не было возможности получать онлайн постоянно какие-то данные, с которыми непонятно, что делать. Все взаимодействие всегда было такое. Вошел пациент в кабинет, вот он вышел, вышел, и вот это, мне кажется, главная история меняется. это абсолютно точно. Мы с этим столкнулись. Работает, кстати говоря, совершенно гениально, больным очень нравится, но врачи, ну, мы-то уже, конечно, научили наших врачей, но вообще, конечно, врачи, некоторые убегают буквально после первого, второго больного. Потому что они не готовы. мы даже знаете, в таком режиме даже знаете, даже мы знаете, с чем столкнулись, вот объяснил врачу, он говорит, да, да, я все понял. Так, а где будет ко мне запись? Я говорю, не будет к тебе записи. Тебе напишут, а я вот тут в туалете, я же не могу сразу ответить, тебе никто не просит сразу отвечать. У тебя 12 часов, или хочешь 24, или хочешь там, да, чтобы ответить. Непонятно. А у нас даже вот с WhatsApp'ами, там, и с Telegram'ами, как люди-то коммуницируют? У нас половина людей, услышав, значит, звуковой сигнал, который они не выключают, они бросаются отвечать. И я вот людям говорю, слушай, чего ты хватаешься там? Это у тебя срочно что-то? Ты пожарник, ну что у тебя там, милиционер там, да, ты кто? У тебя как бы, ты на вызове на срочном сидишь, там, скорая помощь-то, да, зачем ты хватаешь телефон, как бы, если к нему пришло сообщение, и сразу пытаешься включать мозг, это ты целый день только этим занимаешься, там, на одно, на другое, третье, там, да, вот, раздробленность. Это, ну, культура какая-то должна прийти такой коммуникации. Это проблема не только с врачами. И вот этой коммуникации нет. Мы очень болезненную тему затронули, потому что я проводил интервью с несколькими разными врачами в разных условиях, и все как один отмечают одну и ту же проблему, что у них заваленный WhatsApp, и если ты в WhatsApp'е открыл, прочитал, закрыл, не ответил, то больной остался без ответа. И, на самом деле, именно вот рост числа уведомлений, как такого информационного шума, он, конечно, сильно ухудшает эту всю работу. И здесь вот то приложение, которое Борис делал, мессенджер, мне кажется, как раз очень на этом и было построено, да, что уведомления для врачей, да, уведомления должны приходить как задача для врача, да, а не пиликать у него каждые пять минут. Скажите, ну вот во всей этой истории мы с вами потеряли такую тему, как авторизация в ЕСИА. А была ли она вообще нужна? Или это был искусственно созданный барьер для того, чтобы просто сдерживать развитие всех этих технологий? Ну, на самом деле, про авторизацию в ЕСИА это был не барьер, а скорее попытка решить задачу государственным способом. С одной стороны, а с другой стороны, это был один из аргументов, чтобы решить задачу Минцифры обеспечить как можно больше людей, которые будут зарегистрированы в ЕСИА. Сегодня это инструмент, которым, наверное, можно было пользоваться разумным образом, если бы государство допустило его использование для всех. На самом деле, Минцифра обсуждает вопрос, обсуждался уже год, полтора обсуждается вопрос о том, чтобы предоставить ЕСИА как способ идентификации для любых коммерческих сервисов. И тогда бы это было разумно. Они хотят это использовать для Яндекса, для электронной торговли, для любых способов взаимодействия. И если бы это было позволено, конечно, мы бы этим пользовались. Но я бы хотел обратить внимание на то, что у ЕСИА есть и другой неприятный аспект. Я уже многократно слышал мнение, причем от весьма уважаемых источников, например, Сбербанки, что утечек информации из ЕСИА гораздо больше, чем из других информационных источников. Поэтому люди не всегда хотят пользоваться ЕСИА. Поэтому мы все время говорили о том, что способов идентификации пациента должно быть много. И на самом деле сегодня таких способов много. И если пациент лечится в конкретной медицинской организации, то вполне достаточно, что вы идентифицировали его на очном приеме или в регистраторе, выдали ему, ну и согласовали с ним логин и пароль, и это хороший способ идентификации. Если он хочет в ЕСИА, и такая возможность есть, пожалуйста. Способов идентификации должно быть много. мне кажется, вот в этом важный аспект. И это именно тот аспект, о котором мы все время, вот последние года три говорим, как о поправках к закону телемедицины. Что способы идентификации должны быть несколько разных. Точка. Спасибо. Еще одна тема, которая появилась на фоне роста востребованности, скажем так, тех колл-центров, которые сейчас стали развивать по ковиду, это шаблоны или скрипты. Мы с вами все знакомы с тем, что любые колл-центры крупных компаний или техподдержки, они также работают, зачастую даже на аутсорсе, по определенным шаблонам ответа. Если вы звоните и задаете какой-то вопрос, то вас стараются максимально привести дополнительными вопросами к некой типовой ситуации, чтобы под нее дать типовой заготовленный ответ. И это действительно удивительным образом работает. Я сейчас с удовольствием смотрю, как это работает на нашей технической поддержке, когда действительно сокращение времени колоссальное. И оказывается, что большинство вопросов достаточно типовые. И надо сказать, что мы с тем же сталкиваемся в медицинском бюро, что когда больные сложные, интересные, да, там прям усердно можно работать, а когда речь идет о достаточно типовых ковидных больных, то тебе достаточно отсортировать, есть ли там какие-то сопутствующие заболевания и степень тяжести, а дальше просто можно использовать заготовленный шаблон. И в данном случае шаблон является даже увеличением качества помощи, потому что в этом шаблоне уже заранее все продумано и прописано, и врач ничего не пропустит. Но с другой стороны, это вызывает спорные отношения со стороны больных, которые, используя интернет, обмениваются между собой всей той информацией, которую они получают, и если они видят, что они получали одинаковый ответ, то они начинают возмущаться, как же ко мне не предъявили индивидуального подхода. И вот какой у вас опыт, и какое у вас мнение относительно использования скриптов и шаблонов в медицине, причем не только на уровне техподдержки, а именно на уровне медицинской помощи. Вы абсолютно правы. Мы приучили пациента... Я бы попросил поучаствовать докторов, которые здесь присутствуют. Вы же тоже можете ответить в чате, написать свое мнение, потому что это к вам тоже напрямую относится. Я бы сказал так, что Андрей Павлович абсолютно прав, что шаблон это с одной стороны здорово и на самом деле полезно, но пациенту объяснить это тоже смена социальной нормы, потому что а поговорить, а как же я доктору рассказал, а он что-то не отнес. Я сам даже когда у вас лечился в июне 21 года, мне тоже эти стандартные шаблоны, я понимал, что это достаточно этого, но вот я говорю, а у меня еще пятка чешется, а вы мне не отвечаете, потому что у вас в шаблоне про пятку ничего нет. Неиндивидуальный подход, нехорошо, не нравится мне это как пациенту. мы для таких случаев, кстати говоря, в другом шаблоне, который вам пришел до этого, пишем, что если вы не получили ответа на поставленный вами вопрос, не постесняйтесь его продублировать, ничего страшного, но это тоже вопрос опять-таки взаимодействия. Ну, мне кажется, что просто нужно разумно подходить к этой ситуации, безусловно, есть шаблонные ситуации, которые хорошо решаются скриптами и чат-ботами. И просто пациенту нужно поставить в курс дело о том, что вот это, эти решения принимаются шаблонно и автоматически, но если у вас есть отклонение от шаблона, то должно быть место, где этот вопрос можно задать и на него уже ответить, скажем так, не шаблонный человек, не шаблонным образом. Но этого будет просто в очень небольших количествах. Но при этом система должна быть построена, я бы так сказал, разумными. То есть в чем, например, главная претензия к банковским чат-ботам? Сколько я видел людей, которые пытаются разговаривать с банковским чат-ботом, человек пытается всеми силами добиться, чтобы вы переключили на операцию. Я так же делаю. Да, очень простая проблема здесь, что если у тебя шаблонный вопрос, то на сайте банк и других существует масса инструментов, которыми ты можешь решить свой шаблонный вопрос. Если ты звонишь, значит, скорее всего, у тебя вопрос не шаблонный. Если тебя начинает чат-бот мучить разговорами, пытаясь на них ответить, то это не решение проблем. Поэтому должно быть очень разумное распределение тех мест, где работают скрипты и тех мест, где должен работать человек. И вот найти этот баланс и эту грань, мы должны ее искать с вами совместно. Непростая тема, надо выстраивать просто такие подходы. Что-то решает чат-бот шаблонным образом, и пациенту не надо говорить, что вот этот шаблонный текст ему написал врач. Надо ему честно сказать, что это шаблон автоматический, подобранный под твои заболевания, разработанный крупными специалистами. Но это автоматический шаблон. А вот там, где тебе ответил врач лично, это уже не шаблонное решение. Смотрите, у нас врачи отвечают с помощью шаблонов. В этом все дело. Наши врачи отвечают с помощью шаблонов. И мы требуем от них, чтобы они писали шаблонные ответы. В этом случае врач выбирает шаблон, который отправится. Он его немножко микширует. Есть несколько вариантов ответа, он из них составляет простыню. Я не понимаю, это тоже шаблонно, это тоже правильно. Потому что, так же, как при опросе через симптом чекер, врач не пропустит определенные вещи, на которые он должен ответить обязательно. Он должен перечислить лекарства, в нашем случае должен перечислить дозы, должен перечислить симптомы, которые нас интересуют, должен перечислить исследования, которые нас интересуют. Писать это все каждый раз индивидуально совершенно бессмысленно. просто никому не нужно. А если возникает вопрос по левой пятке, ну, так его можно задать, он получится, ответ будет тоже сформирован. Если это регулярно встречающийся вопрос по левой пятке, то тоже появится шаблон. Если это очень редкий вопрос, значит, будет ответ не шаблонный. Вот Борис Валентинович здесь фактически сегментировал аудиторию тех, кто, скажем так, обращается, аудиторию клиентов в данном случае. На две категории клиентов, скажем так, умных и сообразительных, которые предварительно провели самостоятельно поиск и нашли нужную им информацию. И тех, кто, условно говоря, глупый, кто не в состоянии что-то сам искать, а будут добиваться человека, ну, как же я к вам обращаюсь, я хочу с человеком, почему я должен рыться на вашем сайте, искать там какую-то для себя информацию, я плачу вообще-то деньги, и будьте добры мне вот ответить, обслужить по полу. И, ну, в общем, здесь я не знаю, как правильно, на каком месте определить, скажем так, клиента, и как с каждым из них поступать. Потому что, естественно, я, например, вот в том же Сбере, вот этот чат-бот, который работает в банк-клиенте, я начал находить с ним общий язык. То есть я уже примерно понимаю, как мне сформулировать максимально шаблон на мой запрос, подогнать его в какую-то типовую ситуацию, чтобы получить ответ от бота. Я думаю, что поскольку люди, обращающиеся, они разнообразны, то и ответа единого не будет. Будет несколько параллельных подходов. И они будут равноправны. В каком-то случае это будет вообще бот, действительно. В другом случае это будет человек с шаблонами. В третьем случае, ну, будет человек, может быть, через телефон. У нас нет телефона, но может быть, завтра появится. Мы не решим сейчас этой задачи. Ясно, что задача, то есть не задача, ясно, что этот вопрос стоит, но я думаю, что он просто не может быть решен одним единственным способом. Но просто когда мы говорили о том, что должен быть, например, там мониторинг, ежедневный динамический мониторинг пациента, то в этой ситуации, например, должен быть некий сценарий, который будет в автоматическом режиме периодически задавать вопросы пациента с помощью мобильного приложения или для пожилых граждан с помощью обзвона, с помощью чат-бота. Мы сейчас такой подход реализуем. Просто позвонить, спросить, какое у вас давление и получить ответы на какие-то напростики. Но в ситуациях, когда это не шаблонные ситуации, всегда пациент может написать и задать свой вопрос по не шаблонной ситуации. И тогда должен ответить доктор, потому что здесь уже нет шаблона, который применяется автоматически. Я бы сказал так, мне кажется, вот это очень хорошо. Ну так и надо действовать. Просто... Так и действуем. Да. Вот товарищ Алмазов не спросил про левую пятку, ему и не ответили. Он постеснялся. Остался недоволен, написал негативный. Мне проще, у меня Ануфриев был параллельно, поэтому он про пятку и отвечал. А это, кстати говоря, тоже очень болезненная тема. Два-три мнения больные собирают сразу. И почему они следуют, мы так и не знаем. Это тоже надо учитывать при дистанционном взаимодействии. Скажите, так за что пострадал все-таки экспериментальный правовой режим СБЕР и МЕДСИ? Понятно, что формальный ответ там был про то, что... Тут он все время закидывает вопросами, явно не доктор, это пишет, я так понимаю, пациентка. Насколько врач остается субъектом права? Врач не является... Он никогда им не был. Субъектом права. Врач у нас лечит медицинская организация, я вам секрет скажу. Вообще врача нету в законе даже. У нас есть медицинская работа. Да, поэтому врача не было и не будет забыть. Так за что пострадал МЕДСИ со СБЕР? Ну, на самом деле, мы же с вами помним то совещание, на котором мы обсуждали этот экспериментальный правовой режим, в котором участвовали представители Минздрава вплоть до заместителей министра. И, в общем, они сугубо формально с некоторой даже ухмылкой сказали, что они придираются к тому, что нет инноваций. Хотя, по-моему, отбиться от вопроса инноваций довольно легко, там можно в другом месте галочку поставить в этом и все. Но совершенно неформально они сказали, утверждали, что вопрос дистанционной постановки диагноза является камнем преткновения, который они на сегодняшний день допустить не могут. Вот это вот почти прямым текстом было сказано. И следом выходит приказ, где это все допускается. Но в этом приказе это указано. Я же специально на этом пункте обратил внимание. То есть, скажем, по ковиду сказано, что если у вас есть ПЦР-тест или там антигеновый тест, это достаточный повод для постановки диагноза ковид. Но как поставить диагноз гриппа, ОРВИ или вне больничной пневмонии, которая тоже относится к этому приказу, абсолютно непонятно. И, в общем, вот здесь бы хорошо кто-то разъяснил, как это будет делаться. Ну, знаете, можно будет ставить ОРВИ, а в осложнениях любое другое заболевание. Ну, наверное. И поехали лечить все подряд. Значит, отвечать в течение 12 часов. Значит, это господин Алмазов сказал свое мнение, что 12, у нас, например, 3-4 часа стоит ответ. Но это тоже вопрос, который решается шаблоном, да, потому что может быть кнопка, что у меня сложные вопросы. Все. И вам ответят. Пожалуйста, да. Кроме того, у нас, например, у нас-то это вообще решено проще. У нас администратор есть. Если вас что-то волнует, вы можете связаться с администратором в раз, и врач ответит быстрее. Ну, я здесь на всякий случай добавлю, что в этом есть и защита от дурака, потому что есть большое количество людей, которые пишут по одной фразе в сообщении. Они отправляют сообщение вам приходят уведомления. Через минуту он присылает следующую, через минуту еще следующую. Если вы пытаетесь ему ответить на первое из его приспособных сообщений, а он за это время вам накидывает еще, то вы так и будете сидеть и писать ответ такому больному. И таких людей много. Поэтому вот этот временной разрыв в час, он как раз делает невозможным для больного так вот нафлудить, так сказать, и заставляет его выражать мысль более сформулированную, получать более четкий ответ. Новая этика и деонтология, которая сейчас рождается у нас с вами на наших глазах и нашими руками. Ее действительно не было. Андрей Алмазов совершенно правильно говорит. Никто вообще так никогда не работал. Никто и никогда. И мы только сейчас впервые начинаем это делать. И мы идем немножко пробом, методом проб и ошибок, щупаем почву, но сказать, что мы что-то сделали неправильно, плохо, отвратительно и так далее, вот у меня абсолютное ощущение, что мы все делаем абсолютно правильно. И то, что за нами сейчас начинают подгонять приказы и то, что нас все время зовут на вот эти цифровые песочницы и так далее, обсуждать перспективы, это значит, что мы с вами, друзья, работаем в правильном направлении. Вот это надо совершенно четко, нам точно понимать, но и врачам, которые сегодня слушают, я удивлен, мы вообще с вами затрепались, черт знает сколько времени, а народ там сидит больше ста человек и все это слушают. Вот, поэтому мне кажется, я бы подвел итог, знаете, как дирижер. Очень хороший итог. Можно? Я еще один момент добавлю, по поводу ответов дам, да, у нас, значит, опять же опыт был, ну, с такими олдскульными врачами, да, которые говорят, я лучше позвоню пациенту и все выясню. И вот мы говорим, ну, пожалуйста, звони, ты только потом там абзац напиши, там, результат твоего звонка, если тебе, чем переписываться, быстрее как бы поговорить, но это должна быть инициатива врача, и они могут договориться о времени этого созвона, да, пожалуйста, созвонились, поговорили, зафиксировали, тоже как вариант, то есть, пожалуйста, ну, мы пока отрабатываем систему без этого, как она пойдет дальше, не знаем. Со звонками, интересно, очень тоже изменилась этика, раньше вы могли свободно позвонить любому человеку, а сейчас вы предварительно пишете сообщение, удобно ли ему говорить. Да. Ну да, да. Что же касается и медицинских ситуаций. По поводу Сбера еще, значит, мне кажется, что никто ничего не пострадал, это немножко журналисты тоже передернули эту всю историю. Сбер сделал сырую заявку, ее, ну, как бы, отклонили там, да, дальше как бы вступили, ну, посмотрим, что завтра будет уже по другой заявке, но вопрос-то, наверное, не в Сбере, не в МИДСИ. Конечно, не в МИДСИ. Все это движение вперед. Мне кажется, что у нас получилась с вами достаточно интересная такая обобщающая дискуссия того, что произошло за последние буквально две недели, и я прям вот нутром ощущаю, что мир все-таки сделал резкий рывок вперед, и я думаю, что я с еще большим удовольствием жду и не дождусь завтрашней нашей с вами встречи в обсуждении экспериментальных правовых режимов, потому что мне кажется, что... в этой песочнице станет играть еще интереснее. Ну, хорошо, значит, я еще раз попытаюсь подвести итог. Значит, у нас с вами сегодня прошло два взаимосвязанных мероприятия, одно по постковиду, куда мы тоже двигаемся не очень быстро, но абсолютно осознанно делаем то, что делаем, и второе по современным дистанционным технологиям, которые мы развиваем. Вот. Мне очень приятно, что врачи досидели до конца, прослушали все наши разговоры, потому что на самом деле программисты и специалисты в IT-технологиях с врачами разговаривают мало, да, уж с терапевтами вообще практически не разговаривают. И мне кажется, вот эта идея создания некого такого не филиала, как он у нас называется-то, ну, в общем, дистанционная секция дистанционная терапия, это очень здорово, очень интересно, и я думаю, что мы будем и дальше двигаться и обсуждать в этом направлении с врачами, с пациентами, кстати говоря, почему нет, потому что вопросов много, мы должны все время слышать друг друга, вот, спасибо всем за то, что вы присутствовали, слушали, спасибо за участие. Спасибо, Дон. Спасибо.